Амкар В 2008-й минуте в ходе быстрой атаки Шаваеву удалось переправить мяч в сетку. В итоге ничья 1-1. Абсолютно разных два тайма. И если в первом тайме. Более-менее играли так, как планировали, как хотели. Во втором тайме вообще прижались к своим ротам, сели. Практически отдали инициативу сопернику. И в конце, в конце пропустили гол. Мы были ближе к победе. В первом тайме, правда, пропустили пару контратак. Но когда отыгрываешься, то, ну как бы говоришь, ну и это ладно, да, так как бы соглашаешься. Потому что много игр есть в таких футболе, когда команда имеет преимущество, но выигрывает соперник. Впереди у Амкара выездной матч в Санкт-Петербурге против «Зенита». Он состоится в воскресенье 20 сентября. Играли накануне пермские «Медведи» в гостях против гонболистов «Саратова». Поначалу дела шли у наших не очень. Всю первую половину они уступали в счете. Переходить инициативу удалось после перерыва. Пермяки догнали соперника и затем и вышли вперед. Окончательный счет 29-26 в пользу «Медведей». Теперь они готовятся к игре на своей площадке. 16 сентября в гостях побывает астраханская «Динамо». И в завершение дзюдо. Пермячка Екатерина Анаприенко отличилась на чемпионате страны. Торнир в этом году принимал Красноярск. Анаприенко выступала в весовой категории до 63 килограммов и стала третьей. В поединке за бронзу она оказалась сильнее москвички Арины Пчелинцевой. На этом у меня все. Продолжайте следить за развитием спортивных событий вместе с телекомпанией «Рефейпер». Продолжайте следить за развитием спортивных событий.